всем привет в этом видео я хотел бы затронуть тему зарплат в германии почему потому что многие пользователи интернета люди заходящие ко мне в гости на канал всяческим способом пытаются узнать какая же у меня зарплата насколько высока она по сравнению с другими отраслями сколько я получаю в час и так далее находятся даже те кто пытается различными ухищрениями вывести меня на разговор о том сколько я получаю ну ребята во первых сколько я получаю это мои личные деньги это мое личное дело это моя работа и не ваше дело знать сколько зарплаты я получаю и какая у меня почасовая оплата или тариф скажем так считать деньги в чужом кармане это признак дурного тона и невоспитанного человека это касательно тех людей которые все еще пытаются узнать у меня а какая же у тебя зарплата блин а почему ты не расскажешь тогда поэтому в общих чертах вот вы видите сзади меня да вот это вот утки там гуси там он куры за вот этим вот земляным бугром у нас гуляют олени ну-ка косули косули там есть несколько осликов там есть свиньи охраняя вот такую вот колхозную ферму много зарплаты не получишь говорю вам сразу поэтому те кто желают узнать сколько я получаю в месяц или сколько я получаю в час или сколько я получаю в день пусть оставят эти попытки потому что увы их вопросы останутся без ответа ну а теперь я немножечко к теме о зарплатах в германии расскажу буквально вкратце чтобы развеять мифы многих людей придумывающих или сочиняющих слухи о зарплате в германии начнем с самого низа обычная уборщица будь то в каком-нибудь учреждении в школе или на предприятии получает зарплату будем брать чистыми по налоговым классом не будем распределять будем брать чистыми сколько человек получает навыки обычная уборщица получает 1400 1500 максимум 1600 евро в месяц после хаос мастер вот этот который сантехник электрик и так далее этот человек получает чистыми в месяц на руки ну максимум 2200 2300 в месяц вот такая вот разница обычный строитель на стройке он получает почасовую оплату так как эти строители если допустим каменщики которые кровельщики и так далее они зимой естественно не работают потому что холодное время года и у них три-четыре месяца в год выходные ну отпуск поэтому у них почасовая оплата и почасовая оплата составляет у них 15-18 евро в час то есть если в месяц они работают к примеру 160 часов вот считайте сами они получают примерно 3000 это грязными две с половиной они получают на руки есть конечно фирмы строительные где людям платят в месяц по три с половиной но там эти люди помимо того что они работают просто строителями они выгоняют стены они на своем горбу таскают мешки с цементом они работают с самого утра до позднего вечера работа тяжелая работа ужасная как говорят немцы костоломная работа и они получают по три с половиной вот идем дальше обычный дворник на улице который ездит с тележечкой блин подметает улицы он получает около двух с половиной тысяч чистыми плюс к этому этому дворнику город оплачивает половину его квартиры то есть если к примеру обычный человек платит 700 или 800 евро в месяц за квартиру то дворник будет платить только 400 потому что этот человек работает можно сказать круглосуточно когда наступает зима холода и идет снег нет такого понятия что а фигня подождем часов до 8 утра а потом выйдем и приберемся нет как только начинает идти снегопад среди ночи выезжают вот эти вот чистильщики на своих этих маленьких тракторах это тоже вот дворники вот эти вот и они фигачат очищают дороги очищают тротуары от снега посыпают солью посыпают камушками вот такая у них вот зарплата потом идем далее многих интересует зарплата водителя на фуре скажу сразу водитель на фуре получает зарплату разную от 1800 до 3 200 почему такая большая разница 3 200 чистыми получают те люди которые перевозят как называется гифаргута ну вот это бензин солярку по различным заправкам они работают 7 дней в первую смену 7 дней во вторую смену 7 дней в ночную и 7 дней они отдыхают они получают чистыми на руки 3 200 обычный водитель который ездит на фуре допустим неделю куда-то поехал неделю приехал и так далее он получает где-то 2 500 2 600 простой который водитель по городу около города по окружности здесь вот по окрестностям носится на фуре он получает 1800 максимум 2000 до 200 доходит если кто в том случае если фирма хорошая если фирма богатая это он получает в месяц чистыми это что касается именно вот таких вот профессий и работ потом идем дальше в логистике люди на складах если получает человек работает на полную ставку человек на складе получает максимально на руки 1800 евро 1900 в месяц если он работает на пол ставки соответственно он получает 1200 1300 в месяц чистыми если же он работает на базе все вот это вот который нужно в месяц работать только на 25 часов что такое получается у нас все пятьсот двадцать евро не больше но эти пятьсот двадцать евро не облагаются налогом вот ну а врачи врачи это врачи адвокаты архитекторы это каста скажем так в высших йогов как в индии и они получают действительно хорошие деньги но на это люди учились по многу лет потом проходили практику по многу лет и соответственно если у них есть и свои собственные практики и есть пациенты клиенты то и конечно же они зарабатывают хорошие деньги зарплаты ну вот а вот этих вот вот этих вот граждан вот этих вот беленьких коричневых и так далее охранять я не буду вам говорить сколько это стоит в месяц но хватает на то чтобы купить и да да не кричите мне тут я разговариваю с людьми денег этих хватает на то чтобы машину заправить в магазин сходить ну и просто так отдохнуть просто вот в принципе все что я хотел вам сказать если вдруг у кого-то возникнут какие-то вопросы по зарплатам или еще что-то я постараюсь по возможности рассказать более подробно на этом у меня пока все не забудьте подписаться на этот канал оставить лайк поделиться видео с друзьями и всем удачи с вами был я владимир казарчук сторож гусей всем пока